Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Наталья Самойлова, я продюсер телеметфорума и с огромной радостью начинаю цикл интервью наш традиционный, посвященный, приуроченный к очередному, седьмому телеметфоруму, который состоится 2 декабря в Сколково. Мы вас всех очень ждем. И сегодня в гостях у нас Анна Соломахина. Это основатель, собственник и руководитель школы медицинского бизнеса, очень зарекомендовавшая компанию себя на рынке консалтинга. Но об этом мы поговорим в конце интервью. А сначала пару слов, наверное, все-таки я вам с удовольствием дам, чтобы немножко свою презентацию небольшую сделать. Это всегда приятно. А потом начну задавать каверзные вопросы, потому что тему мы сегодня обсуждаем очень непростую. Да, Нателли, спасибо. Рада, что вы у нас. Не нас. Я как от школы. Не одна я. Нас много. Нас пригласили. Школа медицинского бизнеса занимается консалтингом как по открытию, так и управлением клиниками. Я, собственно, эксперт в этом направлении. Но вышла я из врачей. Я врач. Из династии врачей. Из врачей выйти нельзя. Если вы врач. Это диагноз навсегда, да. Кандидат наук, организатор здравоохранения. Она создавала, организовывала, управляла большими сетями клиников в Москве. И вот пришла к какому-то через 15 лет занятия плотно чужим бизнесом. Перешла тесно в свой и через управление. Начиналось преподавание в Рудене, где ученики, это главные врачи, которые на курсы повышения квалификации, которые говорили, ну где это почитать, где это послушать, не могли бы вы сделать курс. И вот так вот с 15-го года как-то потихонечку стали делать курсы. Они стали приходить, втянули. Меня просто втянули. Но так обычно бывает. С востребованным... То есть сначала формулируется запрос на рынке, потом на этот запрос начинает создаваться, и продукты подстраиваются под запрос. Очевидно, что развитие частной медицины в России, слава богу, она не запрещена. Привело как раз к тому, что ваш бизнес оказался очень востребован. То есть ваши услуги и ваши знания оказались очень востребованы. Начну с АЗОВ. Поскольку вы специалист как раз... Поговорим об анатомии. Да, поговорим об анатомии. Из чего мы состоим? На самом деле основная проблема заключается, на мой взгляд, поправьте меня, если я не права, заключается в том, что с сегодняшнего дня, и она не сегодня случилась, эта история с корнями, заключается в том, что врачевание, то есть удовлетворение запроса пациента, человека, на получение помощи, и управление медицинским проектом, клиникой, практикой, это суть, две разные задачи, и чаще всего, конечно же, должны осуществляться разными людьми, с разным бэкграундом, с разным образованием и жизненным опытом. Право ли я или нет? Наталья, я здесь на 98% соглашусь, если так можно согласиться, потому что действительно, давайте рассуждать здраво, да, у нас... Я сама выросла до генерального директора из просто врача, заведующего отделения, зама главного врача, главного врача, руководителя там операционного директора и так далее, то есть это был непростой путь, и каждый вырастал, практически каждый у нас вырастал из должности врача. То есть в управление люди попадали все-таки из врачебной практики? Какого-то знания такого серьезного про именно управление, бизнес-управление, да, главный врач получает, конечно, организацию здравоохранения, но это нельзя назвать такой фундаментальной системой бизнес-управления, потому что как ты учишься на врача много лет, отрабатываешь навык, практику получаешь, да, растешь над собой, ну, профессионально, и это занимает определенное количество времени, так же происходит и в управлении, да, то есть наличие самого кресла не позволяет тебе принимать какие-то решения, и иногда позволяет принимать какие-то, может быть, не те решения. Само влияние на людей, какое-то лидерство, чтобы тебя слушали, чтобы ты мог сделать команду, да, этому, ну, есть люди с харизмой, я согласна, которым это врожденно, да, ну, и за ними идут, их слушают, главное, чтобы неправильно говорили и в ту сторону шли, да, но зачастую это не передается по наследству, этому надо учиться, и чтобы это научиться, и так же получить навык, опыт, да, и чтобы тебя, ты стал лидером стаи, так скажем, да, и, к сожалению, не часто, ну, мало, особенно раньше, сейчас уже начинают разные компании обучать, да, и наши государственные компании, институты уже вводят такие технологии, но ранее такого вообще не было, да, и, конечно, главным врачам было сложно, причем они занимались и финансами, и оперировали еще немножечко параллельно, потому что надо же поддерживать. Чуть-чуть порежу, потом немножко посчитаю. Да, посчитаю, и, конечно, вот и совещание надо провести, и куда-то еще съездить в совещание провести на более высоком уровне, и инвестиции просчитать, и отчеты сдать, и еще там стратегию написать, и следить за удовлетворенностью. И швеции не цены людей греют. Ну, есть такие люди, которые прекрасно справляются со своими обязанностями, но это небольшой процент, и я все-таки за то, что этому надо учиться, и в большей степени то, что управление, должен точно разбираться, ну, хотя бы в азах в медицину, чтобы не давать неправильных советов, но понимать вообще хотя бы, что происходит. Но он точно должен, мне кажется, он может быть из медицины, но иметь еще серьезное дополнительное профессиональное образование управленца и учиться на это по специальности. Ну, вот смотрите, пришло, можно сказать, счастье, потому что сознают этот момент сейчас очень многие, в том числе, безусловно, инвесторы и люди, которые вкладывают собственные деньги, например, в масштабирование, расширение, они к управлению подходят уже достаточно базово и серьезно. Но тут наступила эпоха цифровизации. И плюс к прекрасному, сложнейшему процессу организации самого бизнеса, да, выстраиванию всех этих процессов, да, от входа пациента в, так сказать, в клинику и до, там, всех мельчайших подробностей финансовых или, там, не знаю, каких-то административных. А эпоха цифровизации, ну, казалось бы, казалось бы всем, должна была упростить эту задачу, потому что она позволяет, цифра позволяет нам автоматизировать многие процессы, где-то исключить ручный труд там, где его можно исключить, подключить специалистов к массе данных, может быть, каких-то алгоритмов, которые помогают им принимать решения и так далее. Что же в итоге произошло? И как отличается сейчас ваш комплекс оказания услуг по консультированию от того, что было там, ну, условно говоря, 10, там, 5-10 лет назад? Ну, давайте скажем, что случилась цифровизация, это случилось большое чудо, потому что даже с того момента, как появились компьютеры, хоть что-то стало меняться, можно было хотя бы карту заполнять уже в медицинской информационной системе, не писать на бумажке, когда можно было расписание записать пациента, а не сидеть, а переписывать его. Высчитывать что-то. Да, представляете, какие потери, да? А пациенту нужно прийти на повторный прием. А диспансеризация? Я просто помню тот период, когда вот куча вот этих карт, тебе надо пациента пригласить, ты раскладываешь их, взял карту вот тут, где написано там такой-то год, такой-то месяц, переложил карту в другой месяц, где стоит такая же палочка, когда его нужно пригласить. Да, это было еще совсем недавно. Это же реально труд просто, представляете? Даже правильно положить, не ошибиться. И не все это могли положить. Поэтому многие пациенты просто терялись, да? Ну, для кого-то 3 месяца, это прям 3 месяца, да? А для кого-то пациенту уже 2 года прошло, а ему еще в голове 3 месяца не случилось. Не случилось, да. И, во-первых, это точно помогло и пациентам, потому что своевременно все диагностировалось, не пропускалось, в динамике наблюдалось, чтобы не было ухудшений, можно было посмотреть показатели, ну, изменить там лечебное дело, да? Это точно было хорошо для клиники, ну, для любой, потому что они, ну, для тех, кто занимался своими пациентами, действительно ради этого существуют. Я хочу отступление сделать, что каждая организация вообще по ИСО 9001, ее цель – это для того, чтобы были удовлетворены ваши пациенты, потому что иначе смысла в вашей ситуации просто нет, да? И если кто-то считает, что мы для чего-то другого существуем, ну, это тоже имеет место быть, но я как бы из этой парадигмы на это смотрю, поэтому это точно облегчило труд, да? Это точно помогло правильно провести диспансеризацию. Ну, вот именно, я уже имею в виду не такие, которые в процессе идут, в хронических заболеваниях, а когда мы первично пациентов каждый год там делаем, да, чекапы. Знаете, вот все население провести через чекапы и на коленках посчитать эту статистику вообще, какая у нас, это же вообще нереально, это какой штат людей должен этим заниматься, да? Это просто огромное количество людей, которые просто перекладывают и что-то считают. Потом этих людей вызвонить, записать, ну, это просто безумный труд, это, конечно, и облегчило, и дало возможность, вот это само введение, имею в виду, дало возможность изначально хоть что-то понимать и видеть, что у тебя происходит, и реально оценивать ситуацию. В дальнейшем это развивалось, и мы сейчас видим, что управлять вообще медициной, медицинской клиникой, организацией, санаторием, центром большим, да, каким-то реабилитационным, невозможным без цифры. Просто мы не можем понимать, опять же, сколько человек к нам пришло, да, сколько человек к нам вернулось полечиться, сколько человек у нас осталось, да, сколько они довольны лечением. То есть вот эта вся статистика, которой необходимо управленцу для того, чтобы своевременно реагировать, своевременно, ну, видите эти показатели, реагировать и постоянно улучшать, ну, анализировать и улучшать, да, потому что наша задача постоянно находиться в улучшении, как любого бизнеса, иначе мы будем стагнировать. Да, мы развиваемся. Мы развиваемся. Правильно ли я понимаю, что сегодня не приходится доказывать тем, кто начинает свой там путь в медицинском бизнесе или пытается расширить его. Не приходится доказывать, что цифровизация необходима. Без нее невозможно удовлетворять клиента, то есть пациента, то есть доказывать ему квалифицированную медицинскую помощь. Без цифровизации ты не видишь всех, ну, как бы, цифр. Мы не можем управлять тем, что мы не можем изменить. Изменить, да. Потому что... Не приходится доказывать. Окей. С чем же приходится сталкиваться и почему клиникам нужен консалтинг, в том числе и по формированию вот этого технологического решения для каждого конкретного индивидуального случая? Сказала, что остались еще то небольшое количество клиник, которые не используют, хотя по законодательству с 18-го года, это обязательный факт, да. То тему больную, которую вы задели, которая касается многих клиник, это то, что, опять же, общего такой, даже общей такой книги по управлению клиниками нет, которая бы все бы разъяснила и какой-то волшебной таблетки. Делай раз, делай два, делай три. У тебя все будет прекрасно. И вот твой бизнес полетит вверх, и все пациенты будут довольны, и инвесторы, и всем будет хорошо. И уровень нашего здоровья и длительности жизни все вырасти, да. К сожалению, такого нет, да. И каждый, как прогрессивный управленец пытается создать для себя те показатели, на которые он будет основываться в ведении своего бизнеса. Мало того, что он их определяет, он еще определяет, как это называется, да. Казалось бы, уже где-то определено, но все равно кажется. Это свободное творчество. Да, свободное творчество. Даже есть такие названия, о которых ты вот слышишь, первого, что это, например. Ну, и даже если брать простые показатели, средний чек, там, повторный прием, что это такое? Каждая клиника может мерить ее по-своему. Как мы считаем? Как мы считаем, повторный прием, когда заканчивается первичный, начинается повторный? Или через сколько после повторного он становится опять первичным? Удивительный факт, что многие клиники считают, что это через месяц. А если вы не вылечили пациента? То есть вы лечили там пневмонию, например, ну, там, ОРВИ, пневмонию ушли, месяц прошел, значит, запустили случай первичный. То есть точка взгляда на почти одинаковые процессы в разных клиниках разные? Да, разные. Абсолютно разные. Потому что у нас много разных, сейчас появляются компании, которые по-разному учат тех же руководителей. У каждого преподавателя может быть свой взгляд и вот как-то вот рождается свое понимание. И эти управленцы обращаются в компании, IT-компании разработчиков и разрабатывают под себя медицинские информационные системы, дорабатывают даже различные дополнительные системы, CRM-ки, которые помогут им так или иначе собрать какую-то статистику, анализировать, чтобы собрать дашборды, те, которые они считают нужными. Ведь же дашборды могут быть абсолютно разные. у всех. Ну, потому что кто-то следит за этими показателями, кто-то следит за этими, кто-то не знает, за какими показателями следит. Подглядел у соседа или спросил у той компании, зачем они следят. А может быть, в их клинике абсолютно разные, и не факт, что те следят за правильными показателями. И рынок так обрастает множеством продуктов, которые не всегда... Они вообще между собой не очень сравнимы, я бы сказала. Некий хаос в базовых бизнес-процессах, то есть когда каждая клиника понимает по-своему, она приводит и к хаосу в технических, технологических решениях. Верно? И эти компании путаются и делают... Они, может быть... У них, может, и есть какой-то продукт, но они говорят, ну, у нас продукт не подходит для всех, потому что все запрашивают разное. И нам приходится дорабатывать, и причем абсолютно разные вещи. Видимо, они уже выдохлись дорабатывать разное. Еще больше не выслушать. Как хотите, так и будем делать. Тогда резюмеру. Получается, что государство, законодательство, подзаконные акты, то есть нормотворчество, по большому счету, не очень регулирует эту сферу. То есть есть какие-то общие принципы, в рамках которых достаточно высокая степень свободы. И эта высокая степень свободы не отрегулирована на уровне отрасли. То есть не происходит процесса самоорганизации и договоренности внутри отрасли о неком общем понятийном аппарате, который позволил бы и клиникам находиться в неком едином информационном поле. Отслеживание без показателей. Понимаете, вот все время слышишь, медицина – это не бизнес. Хорошее слово. Может быть. Но мы все равно должны договориться о показателях, которые мы здесь будем отслеживать. Причем не надо здесь разграничивать нас как государство или как частную область. Мы можем совместиться и договориться. Вот вы такие-то, мы такие-то, эти мы отсматриваем вместе. И тогда будет все понятно. Ключевые какие-то вещи, на которых строятся, в которых мы пишем учебники, от которых мы выстраиваем образование и то, чего мы несем. Чтобы не эти, одни лекторы не несли одно, другие не несли другое. Чтобы смыслы совпадали. Чтобы смыслы совпадали. Если они не совпадают, то надо договариваться. Или доказывать свою точку зрения, обосновывать ее чем-то, объяснять, почему именно такая. Или, возможно, два этих показателя рассказывать, почему они разные, тем же студентам. У нас студенты, это просто главные врачи. Да, понятно. Поэтому они не совсем студенты, это уже уважаемые слушатели. Чья это задача, как вы считаете? Вот создать это единое поле, в котором отрасль сама себе должна помочь. Могу сказать, что задача как раз телемидформа и последующих коммуникаций, которые возникают между участниками, между экспертами этих форумов, это и, наверное, даст возможность сформировать такую площадку, на которой мы можем и договориться о показателях, и договориться о возможности реализации этих показателей в проекты, которые облегчат и точно помогут и самим руководителям, и посредственно уже это поможет и пациентам, потому что это облегчит их возможность получать качественную, действительно, медицинскую помощь. И тут важно... И некую преемственность И нам нужно еще оцифровать качество, да, чтобы мы понимали, она действительно ли качественная, потому что это такой очень мифический, субъективный показатель, а очень хочется его сделать объективным и привязать к нему определенные показатели. То есть как минимум эффективность должна быть... Базироваться на неком едином понедельном аппарате, иначе непонятно, как вообще оценивать работу того или иного врача, той или иной организации и даже конкретного, ну не знаю, там, лечебного решения. Да. Хорошо. Если мы говорим сегодня о том, что в цифровизации мало кто сомневается, цифровизация помогает... Она неизбежна и помогает решать и улучшать качество медицинской услуги, что, в принципе, рано или поздно все со всеми договорятся и выработают этот единый понятийный аппарат и научатся сравнивать не желтое с холодным, а вполне сравнимые вещи, да, то где мы видим проблему завтрашнего дня? То есть как клиники и так в непростых условиях, не буду сейчас останавливаться, мы все понимаем, о чем идет речь, в том числе об недоступности определенных технологий, но, слава богу, тут в российском здравоохранении изначально был упор на российские, отечественные технологии, поэтому мы не в вакууме. Но как клиники сегодня, начиная или переходя, или находясь в процессе цифровой трансформации, не перетратить свой бюджет и получить качественное решение, то есть подобрать этот технологический стек из самых разных поставщиков, которые бы работали, как вообще, ну, как бы подойти, условно говоря, постановке ТЗ? Ну, для начала, когда клиника открывается, она начинает с выбора МИС, медицинская информационная система, да, и это уже медицинская информационная система, она внутри разная абсолютно, идеальная нету, и уже потом, когда, так как идеальной нету, и не все показатели можно вытащить из информационной системы, делается масса надстроек, CRM здесь, CRM тут, CRM там, в общем, со всех сторон дополнительные CRM, которые позволяют вытащить те показатели, которые нужно непрерывно улучшать, а при подходя к выбору МИС, желательно, конечно, определиться с этим на уровне открытия, потому что, когда ты видишь, что клиники уже пятый раз переносят истории болезни, теряются где-то базы пациента, где-то получается перенести, где-то нет, но уже такие потери, потом врачам, да, администраторам, медицинским сестрам, переучиваться, там, они же не все одинакового интерфейса, не все одинаковые кнопки, переучиваться, переходить с одной системы на другую, ну, не всегда просто, да, это всегда непросто, это всегда непросто, да, и здесь, конечно, лучше это выбрать в самом начале, и, опять же, здесь, так как и нет идеального решения, то точно нужно понимать, какие задачи вы хотите решить, да, то есть, если, с какими категориями пациентами вы работаете, то есть, если вы клиника, там, косметологии, например, вы работаете с МИСами, которые, ну, обладают, сделаны под косметологические клиники, они имеют отличительные особенности, у них программы лечения, есть определенные списания, склады, все остальное, если вы работаете с стоматологическими клиниками, то тоже ряд своих особенностей есть, а также, если клиники работают, педиатрические клиники, у них есть диспансеризация пациентов, которые нельзя пропустить, ну, это детки у нас, ну, от года до трех, это вот регулярное наблюдение должно быть, а это пациенты ДМС, тогда мы должны понимать, как мы с дековыми компаниями, как мы им, как пациентов прикреплять, как эти программы прикреплять, как врач увидит эти карантинные письма, это пациенты УМС, тогда еще одно решение, это телемедицинский модуль, он есть, в программе нету, или он дополнительный, как обычно бывает, и если идти дальше вот так по всем модулям, кто-то годовые программы, кто-то авансы вносит, то есть нужно понять, кто наши пациенты, что мы оказываем, там клиника превентивной медицины, биохакинга, еще что-то, опросники, там, не знаю, полтора часа, это тоже надо внести, и это можно или обработать вручную, или тебе медицинская информационная система позволит это обработать, или стационар, и ведение операции, это уже другое, а клиники могут быть замиксованы из разных тем, и тогда им нужны разные модули, и вот этот выбор системы становится достаточно сложным, это первое, на что мы обращаем, а с какой мы лабораторной системой будем работать, а интегрирована она туда вообще, не интегрирована, а потом понимаете, какую статистику мы хотим видеть уже на открытии, что мы хотим, потому что мы проработали год, мы узнали, что нам нужна другая статистика, и понимаем, что это нереализовано, начинаем менять МИС, а здесь непонятно, был коробочный или облачный продукт, то есть когда мне звонят, говорят, Анна, помогите, пожалуйста, подобрать мне МИС, у меня столько вопросов, то есть я не могу вам сказать, что вот возьмите такую, это лучше этого, это лучше этого, а след все равно на вопрос должен, прежде всего вы должны понять, задачу самой клиники, уже потом подбирать под нее все технологическое решение. Поэтому нужно подходить из того, что подходит именно вашей медицинской клинике, до того, как вы начнете, потому что пока вы ее установите, пока вы там кассу сделаете, это уже на этапе ремонта стоит задуматься о выборе, пока вы пересмотрите, вообще, насколько вам удобно, пока вы там разберетесь в этом, это потребует времени. А часто бывает, что вы сталкиваетесь в своей практике с ситуацией, когда клиника работает, но при этом она, ну, в принципе, по большому счету не понимает, кто ее клиент, какой тип услуг должен быть оказан для того, чтобы этот клиент не вошел, вышел, а остался в клинике и так далее. То есть насколько распространена, а клиника при этом пришла к вам за вопросами по информатизации, а вы заглядываете туда и понимаете, что там в базе еще понимания нет. Если клиника уже рабочая, ну, там разные подходы есть, если клиника уже работает, то, конечно, стоит посмотреть, какие направления вообще работают, из чего состоит вот этот бизнес, с каких направлений, какую выручку они приносят. Обычно мы делаем БЦ-анализ, смотрим своего идеального клиента, и уже тогда настройка на первичных клиентов, которые мы хотим получить, мы будем делать через тех, которые попадают как раз в группу А, да, и Б, ну, максимум, да. Вот. И тогда мы смотрим, что у нас есть клиенты, которые... И то же самое делаем по услугам, да. Какие услуги у нас востребованы, какие не востребованы. У нас, вот, к сожалению, вместо того, чтобы улучшать то, что есть и то, что надо, ну, например, ну, простой абсолютно, вот общий анализ крови, да, сделать, взять, чтобы ваша лаборатория брала его идеально, там, не больно, там, не знаю, дарила какой-то подарок, еще что-то, чтобы у вас очередь стояла, потому что это самовостребованный анализ. Вы делали максимальные сроки и так далее. Мы почему-то не обращаем внимания, как мы делаем, но вот лечение под наркозом, мы обращаем внимание, хотя не такое большое количество людей хотят полечить под наркозом, не знаю, там, эндоскопию под наркозом сделать, и вообще к этому вопрос, к этой услуге есть. То есть это какие-то рюшечки пытаемся украсить себя, да, ими, а при этом основные какие-то вот массовые услуги. Массовые вещи, которые пациенту действительно нужны, и по которым он не задумываясь сравнивает вас с конкурентами, да, где ему проще. То есть прям сразу закрывает глаза и видит, и понимает, потому что это ему точно надо, да. И причем, когда даже читала все время лекции, мне говорят, что вы будете делать, все идут вот в эти услуги, которые надо развивать. Сейчас вообще не то время, чтобы развивать, не та стоимость ли, да. Надо усиливать то, что работает. Ну, понятно, если это нормальная себестоимость, если это действительно маржинальная услуга. То есть вывод такой, ребята, если вы работаете, если у вас есть клиент, если вы на плаву, то давайте пока не бежать в 10 направлений одновременно. Посмотрите как бы в базу, да, вот в этого уже существующего клиента, что вы можете внутри улучшить, как вы можете облегчить его жить. С какими диагнозами он к вам обращается, как часто, и кто эти люди. И где, может быть, вы что-то не замечаете. Да, да. Но если у вас нет этой базы, и вы вели это на коленках, вы так анализ это даже сделать не сможете. Понимаете? И если медицинская информационная система не позволяет сделать этот анализ, то вы можете получить недостоверные данные и свою гипотезу маркетинговую провалить. Понимаете? Ну, грустно, но такое тоже может быть. Потому что надо, чтобы ваша система могла это посчитать. И это задача, которая, может быть, сначала не имеет такого интереса. То есть сначала мы делаем прибыльную концепцию, когда мы понимаем, что вот это вот сочетание специалистов работает, потому что есть законченный случай. Потом, ну, если клиника работает уже в каком-то разношерстном сочетании, нерабочем, и она не выходит в какие-то показатели правильные, начинаешь проверять, а в какое направление, в какую уникальность ее повести. И чтобы это сделать, нужно как раз проводить анализ медицинской информационной системы. Потому что, как это не... ну, не улыбает там, да, не смешно, когда мои ученики, даже уже такие с серьезными клиниками, некоторые, да, делают АБЦ-анализ, они удивляются, что у них другой клиент, что они не туда вообще бьют. Просто им кажется, нам все время субъективно может казаться все, что угодно, что у нас стопроцентная конверсия звонка в запись, потому что у нас хорошо разговаривают девушки на рецепте. Ну, маркетологи часто говорят, послушайте, ваше индивидуальное мнение, в общем, не имеет никакого отношения к реальному маркету. Врачи идеальные. Мы говорим, у нас все врачи качественно оказывают услугу. Я говорю, хорошо, давайте, я к вам приду и скажу. Мы в этом месяце качественно оказали услугу. Прямо так качественно невозможно. Давайте мне премию. Ну, то есть, как вы понимаете, что она качественная? Вообще, какие вот точки? Как вы опираетесь на это? Как вы это анализируете? Или у нас пациенты все довольны? Как вы это понимаете? Субъективизм, да. Они говорят, у нас, ну, мы смотрим, они улыбаются на рецепшен или нет? Я говорю, класс. Очень интересная статистика, да? Ну, это реальные ответы. Это не то, что вы... Да, это из жизни. Я понимаю, что это может быть немножко смешно казаться, но мне было бы так грустно. Не, ну, наверное, это неплохо, в том смысле, что субъективные факторы, да, это правильно. И атмосфера в клинике, это индивидуальное там отношение к клиенту и так далее. Все очень важные показатели. Но большинство из них должно быть измеряемыми, правильно я понимаю? Да, они все должны быть измеряемыми, и нельзя на субъективные факторы встроить стратегические решения или даже какие-то гипотезы построить сложно. То есть мы можем встроить, и, как правило, из моей практики, они... 99 десятых это ошибочные решения, которые приводят потом к неверному стратегическому пути. Поэтому, друзья, цифровизуемся. Цифровизуемся. В связи с этим... Правильно, цифровизуемся. Еще вопрос. Вот посмотрели в базу, да, посмотрели в то, как действительно в работающей клинике построены правильно, неправильно выстроенные услуги и так далее. Здесь проконсультировали. пришли к пониманию, что нужно этот технологический стэк каким-то образом оптимизировать, улучшить, дополнить и так далее. Как вы работаете с рынком? То есть как с точки зрения клиники должна быть и вас, как консалтинга, должна быть построена работа с цифровизаторами, с разработчиками для того, чтобы не потратить лишних денег, быстро достаточно услышать ответы на вопросы, иметь возможность сравнить какие-то решения, предложения со стороны рынка. То есть что вы делаете? Смотрите, мы кроме того, что мы занимаемся консалтингом, мы очень отлично занимаемся обучением. У нас есть курсы как по открытию, так и обучению как онлайн, так и оффлайн. Вообще мы очень много и бесплатных продуктов делаем, которые помогают. Но, понимаете, и когда у нас уже есть некий опыт, у нас даже есть по большинству показателей определенные прям выведенные цифры, которые мы считаем нормальными, если это можно сказать, в бизнесе, ну, в медицинском нормальными показателями. То есть есть даже условно те показатели, рост которых показывает, что эта раскрутка, это сарафанное радио упадет, мы уже причинно-следственные связи выведены, кандидатская была не зря написана в свое время. И уже такие нормативы для нас понятны. Когда мы занимаемся обучением, мы договариваемся сразу о том, что какой показатель обозначает, что обозначает слово эффективность, результативность, что такое качество, как мы измеряем его, как мы измеряем удовлетворенность пациентов, удовлетворенность сотрудников, потому что никогда наши пациенты не будут удовлетворены больше, чем наши сотрудники. Если наши сотрудники недовольны, а про сотрудников мы забываем постоянно. Всегда сразу. И вот могу сказать, я про сотрудников не так часто большие лекции читаю, больше на обучении. Но вот за год последний у меня было только два плюса, ну, два человека, которые сказали, что они измеряют уровень удовлетворенности сотрудников. А там много... Они даже не знают, как его измерять. Говорят, а как? И вот многие потом, кто после обучения имеют на входе, кто после обучения они измеряли и даже выявляли, кто разные карьерные области. Много чего мы там делали. Но смысл в том, что надо хотя бы понимать, зачем следить и какой показатель на какой влияет и какие причины следственной связи возникают. Что, например, мы не можем с вами разработать мотивацию персонала, если мы не понимаем стратегию нашей клиники, куда мы идем, что у нас первичная она. Если мы с вами не понимаем точки потерь, которые у нас происходят. Если мы вообще не понимаем, что мы хотим в результате работы того или иного человека. Потому что не каждый может ответить. И это реально сложный вопрос. И это не то, что там вопрос на засыпку. Он сложен. Что мы хотим от работы врача? Качество. А что такое качество? А как мы поймем, что он работает качественно? А что мы хотим от работы администратора? Опять качество. А что такое качество? А как мы его замерим? То есть если у нас все работают качественно, то, собственно, может, нам и цифровизация никакая не нужна. Мы как бы ходим и радуемся. Улыбаются все. Их хорошо. Тут конкуренты цифровизацию уже пятую клинику открывают, а мы все качественно работаем. То есть я к тому, что надо понимать, что это такое, на чем мы базируемся. Когда мы договариваемся о четких показателях, которые нужны именно для этой клиники, потому что те показатели, которые нужны для клиники стоматологии, это не те показатели, есть показатели, которые отличаются от клиники педиатрии. Ну, так уж получилось. Даже детская стоматология, просто разные показатели. И разные мотивации, естественно, у всех будет. Там продажи контрактов, здесь то. Я к чему это говорю? К тому, что когда мы разбираемся в каждом показателе, когда мы разбираемся, вообще что мерить, когда мерить, с чем сравнивать, что хорошо, что плохо, какой процесс надо автоматизировать, та же проверка карты, что мы говорили, практически рекомендации, профстандарты. Стандарты сейчас потихоньку у нас уходят, но практически рекомендации меняются. Как их проверить? Сколько человек в клинике тысячу квадратов должно проверять эти карты? Ну, может быть, пять, может быть, нисколько, может быть, один. А это все деньги и конкретные люди, да? Да, это юридические вопросы. Если у вас какой-то вопрос к оказанию помощи, то, в каком поле вы его оказали, это тоже имеет значение. И давайте быть объективными. Есть часто встречающие диагнозы, которые каждый врач понимает, а есть и редковстречающие. И есть те, о которых стоит подумать при вот этом редковстречающем. Арфанка иногда в жизни врача встречается один раз. Да, при потоке. И как? Это надо стандарты открывать на приеме и изучать два часа? Или, может быть, они будут как-то в компьютере? То есть здесь очень много моментов, но ключевая мысль моя, что, конечно, сначала определиться, с кем мы работаем, что мы делаем, что измеряем. И, может быть, собраться на вашей платформе, поговорить о том, кто готов бы реализовать этот продукт для разных клиник. Возможно, он был бы модульным таким, да? Потому что если ДМС не надо, то зачем там, собственно, этот модуль брать, его разрабатывать одни? Ну, как-то объединиться IT-компаниями для того, чтобы разработать продукты, которые, а, совместимы друг с другом, ну, как минимум, да? И, б, которые действительно будут полезны. И когда мы в отрасли сможем всю вот эту статистику не только по заболеваемости учитывать, но и статистику по именно показателям и понимать, что вот это лидер, что мы можем к нему стремиться, что у него не случайно как-то выручка, непонятно за счет чего. Может, он расходы сократил так, да, что все качество у него упало, но пока не выручка держится. Выручка держится. То есть, это же тоже объективный, субъективный момент. То есть, мы видим, что она есть, а за счет чего она есть, непонятно. Ну, поэтому мы тогда будем, наверное, решили. Правильно я понимаю, что сейчас это все... Идеальное оказание медицинской помощи. Сейчас это все такое абсолютно ручное, нетипизированное решение, да, то есть, анализируя клинику, вы каждый раз предлагаете абсолютно индивидуальный подбор каких-то кусочков, да, модулей таких, из которых она будет составлять свой этот технологический стек. И было бы хорошо, если бы отрасль разработчиков и тех компаний, которые уже активно предоставляют эти сервисы, если бы они сами по себе собрались, в контакте с такими компаниями, как ваши, смогли проанализировать, сначала снять с вас информацию, проанализировать, как можно типизировать, можно ли это вытащить. Есть услуги, показатели, которые можно вытащить из мяса, они очевидные, выручка среди человека, это можно сделать формулой, это вытащится, а есть такие показатели, как уровень удовлетворенности пациентов, это уже нельзя вытащить. Это уже дополнительные программы, которые встраиваются. Или как уровень удовлетворенности врача. Это не показатель, который в мессе, это какой-то отдельный показатель, он как-то должен сюда попадать, через какую-то и это должно быть как бы некая общая договоренность для того, чтобы каждый раз разработчики не потребность эту со стороны клиник не обрабатывали по-разному, опять же, неся расходы и перекладывая в итоге эти расходы на клинику. То есть было бы некое типовое решение, которое клиника говорит, а разработчик говорит, да пожалуйста, вот смотрите, и на нашем решении вот эти, вот эти, вот эти работают уже много лет и имеют вот такой-то результат. Хорошая мысль, спасибо, я думаю, что мы попробуем это сделать. Значит, возвращаясь к задачам и завтрашнему дню. Есть две довольно сложные темы, продиктованные нам государственной политикой, называется СППВР и, собственно говоря, мониторинг. Думаю, что голова болит у клиник в эту сторону довольно сильно, особенно, наверное, ну если с мониторингом более-менее понятно хотя бы это ну развитие уже существующего существующей услуги, да, мы просто ее перекладываем на новую гаджетную программную составляющую, то с СПВР очень много в том числе этических вопросов. Задают ли вам ваши клиенты их? Вы знаете, пока нет, но потому что я вижу, что мониторинг все-таки коснулся больше ГОСов, хотя на самом деле это очень хорошая вообще вещь, которую можно было бы внедрить. Это была бы реальная забота о пациенте и это действительно была бы ну как такая кнопка, кстати, вот у вас гипертоническая болезнь, которая вот не ходит сам постоянно, во-первых, не загружает, не сидит где-то не в очереди, не записывается, ничего, а постоянно находится под наблюдением. Мне кажется, что это прям решение очень супер и частным клиникам стоит вообще на него посмотреть и точно внедрить, потому что это точно, если не внедришь, то ты уже будешь неконкурентоспособным. Даже с государственным сектором. Потому что люди там с сахарным диабетом, с гипертонической болезнью, с разными диалогами, хроническими патологиями смогут. Про ситуацию первую, про головную боль, такого вопроса пока в нашем сообществе не поднималось, но как бы вот именно в частной медицине. Но хотя надо это все поднимать и разбирать, как я говорила, но это было бы конкурентное преимущество. То есть таких вот успешных кейсов, когда алгоритмы заранее как бы с помощью искусственного интеллекта... Там даже есть компании, которые уже это сделали, которые проводят это анкетирование, да, но прям чтобы мне показали, что вот это успешный кейс, то, что делают, я вижу, понимаю, я понимаю, что это дает возможность долго не опрашивать пациента, а прийти к какому-то быстрому выводу, да, уже там искусственный интеллект тебе условно что-то поставит, да, это правильно, ну, при первичном приеме, при первичном опросе, может быть, при разных патологиях, но опять же, это не так давно, и пока непонятно, насколько есть там ошибки, нет ошибок, как это дорабатывать, как это помогает, ну, что если с мониторингом, там как-то понятно, что ты наблюдаешь, что-то не так, ты быстро реагируешь, дозу меняешь, там еще что-то, здесь не совсем понятно отдаленные результаты, то есть мы сейчас посмотрели, что это внедрили, ну, пробуют пилотно, да, и нам сейчас нужно посмотреть результат этого внедрения, возможно, как раз у нас будет и дать доклад. А поскольку вы же про результат как раз много раз и произносите это слово, и говорите о том, что эффективность это крайне важный показатель, то есть в случае с СПВР, из ППВР, как раз-таки вопрос результативности, эффективности и возможных... То, что время сокращает, точно. Точно. Но как это все дальше... Как это сказывается на реальной помощи реальному пациенту, это большой вопрос, и в этом случае информатизация, на ваш взгляд... Пока что отдаленные результаты ему даст возможность отнаблюдать этим пациентам. Отнаблюдать позволяет, потому что если не будет информатизации... И сравнить с группой, где опрос был живой, ну, стандартный такой, да, и посмотреть, есть разница. Потому что пока я докладов на эту тему еще не слышала. То есть, по большому счету, нужно такое обетестирование, то есть, условно говоря, у нас есть группа, которая лечится... Как мы плацебо даем. Да, исследование, где идет по стандартному, по традиционному пути, и, собственно говоря, те люди, которые лечатся с помощью, так сказать, при участии алгоритмов, потом в итоге... То есть, такого типа исследований вообще вы никогда не слышали? Может быть, есть какая-то мировая практика на эту тему? Слушайте, я слышала, что есть мировая практика на эту тему, но тоже вот в обсуждениях с нашей практикой я тоже слышала, что это все надо допиливать, досматривать, менять. Я уверена, что лет через пять это вообще будет естественный процесс. То есть думаете, цикл вот такой быстрый? Думаю, да, у нас все так быстро и очень моментально. В последнее время у нас разные программы, антитехнологии вообще летят, потому что это уже будет достаточно, когда в это исследование, так скажем, будут заведены несколько клиник, достаточно большой клиник поставят, будет искусственный интеллект, который будет отсматривать, менять эти алгоритмы регулярно, самостоятельно, может быть, как-то выстраивать его. И тогда мы получим. Просто на сегодняшний день, вот прям как, что вопрос вот прям сегодня, он мне не понятие. То есть как есть там суперрезультат, да, вот прям все, все теперь берем этот продукт и всем пользуемся, всем рекомендую, потому что это дает такой результат. Мониторинг, я точно понимаю, что это рабочая модель, и она должна занять свое место. Она и облегчит труд врача, да, и уже точно вот эти карты, как я вам рассказывала, изначально по диспансеризации не будут перекладываться, и уже будет намного легче врачу и точно ошибок будет меньше сильно. Да. В связи с этим, наверное, еще вопрос интересен про, что думают ваши клиенты, что думают клиники, и вы, когда консультируете их об облачных технологиях, о том, что данные, большие данные и хранение, их обработка, безусловно, ну, как бы, серверные решения хороши, хороши, но часто недостаточны, а медданные хороши тогда, когда есть возможность складывать их в большом объеме и учиться на больших медданах. Это вопрос такой, знаете, вопрос постоянных дискуссий, я бы сказала. С одной стороны, облачная система вообще решает много вопросов, хранение данных, сервиса. Мы с вами понимаем, что там все, все персональные данные защищены, это не где-то они там в облаке в каком-то болтаются. Мы говорим о серьезных облачных технологиях. Но у некоторых клиник появляется опасение, что данные-то все-таки у них не хранятся, а если вдруг мы перестаем работать с этой облачной системой, если серверные, то они купили этот коробочный продукт, он стоит, у них вопросов больше нет. Это мое, пусть это не развивается, не двигается, я все там... Ну, железка моя. Железка моя, да, и тут мои пациенты сидят, и мы базу никто не заберет. Ну, тоже такая иллюзия, но могут и так забрать, ну, имеется в виду, оно хотя бы вот мое. То здесь, наверное, вот этот вопрос этический возникает, и страх. Наверное, этот страх не просто так-то у людей возникает, но мы, может, сталкиваемся уже с этим в начале развития, в отрасли. Но вот основная проблема облачной технологии это вот страх того, что вот это, может, юридически сильно это прописать. Я вижу, что сейчас многие, кто были облачными системами, сделали какие-то и облачные, и серверные на выбор, то есть стали еще предлагать, вот как решение, даже вижу такие продукты, то есть раньше был этот продукт только облачный, сейчас он вдруг стал серверным. Но обратно вижу историю, что те, которые были только коробочными, стали предлагать облачные. Ну, потому что, видимо, пока отрасль не договорилась. И вот этот страх я вижу, но с другой стороны мы видим непосредственный плюс облака. это вот эти доработки, которые, если тебе нужно самому все время дорабатывать каждый блок за огромные деньги, но там не маленькие, бывают небольшие, бывают просто огромные. Поэтому здесь, как вот, я в душе заоблачные системы, но и опасения понимаю, почему понимаю, потому что не зря, наверное, вот этот страх какой-то возник, если вот нужно, наверное, показывать с точки юридической чистоту этой сделки. Доказывать это брендам, показывать, какие технологии применяются, быть более открытыми. Да, что вы, как вы получите своих пациентов назад, как это будет передано, если вы, можно ли будет карту этого пациента, нам же не только, нам же статистика нужна, нам же база нужна для работы с базой. Вот это вот ключевые вещи, мы должны не то, что эти возражения, а эти опасения понять, насколько мы можем точно не дать своему клиенту клинике не встретиться с этим опасением и попробовать найти вот опасения. У нас, кстати, на телеметфоруме будет юрист, который специализируется как раз по работе с медицинскими данными. Возможно, это будет как раз, еще не до конца знаю все тезисы, но вероятность очень высокая, что как раз будет доклад, и спикер будет говорить о безопасности работы с теми, иными решениями, как себя обезопасить, какая юридическая практика, кейсы какие-то реальные. Потому что опыт уже есть, и его распространение, его какая-то такая дистрибуция этих знаний, она крайне важна для того, чтобы технологии двигались дальше, чтобы эти страхи либо снять, либо обработать, и проработать решения. вообще понять, можем ли мы их решить. Если не можем, то давайте тогда возвращаться обладать вещер. Возможно, да. Ну и, наверное, вот последний вопрос, который бы я хотела вам задать, связан с текущим моментом. Как вы видите, сегодня в повседневной работе изменились запросы со стороны ваших клиентов. Что появилось нового? Что отсохло там само по себе? Было модным трендом там в прошлом году, но вдруг испарилось. Вот прям вот ввести с полей. Ну, ввести с полей. Давайте по одному тренду, по открытию интересному скажу клинике, то, что до ковида 2020 года у нас практически не было запросов. Ну, одна-две клиники превентивных, химioхакинга там открывалась. Ну, в 2020 год мы понимаем, что там все встало где-то месяцев на 4-5, потому что даже ремонт нельзя было делать. И в 2021 году у нас 90% клиник это были клиники превентивной медицины. Это лично наш опыт. Возможно, в других компаниях это было вообще по-другому. Что мы даже вот с Сергеем Чудаковым говорим, слушайте, мы вообще не знаем, говорю, как это может быть. Скоро пациентов не будет при таком количестве клиник. Вообще, что самое интересное, они запросы шли абсолютно из разных уголков России. Например, нам из дальневосточных уголков мы смотрим, там некоторые города, там вообще нет запросов пациентов. Ну, они хотят клинику, непонятно, как маркетинговую стратегию ставить. В другой уже перерасход этих клиник и стоимость следа большая. В общем, интересно вот это было. В 2022 году как-то поутихло, вот как-то стабилизировалось. В 2022 год у нас был вообще каким-то, больше всего запросов были на большие клиники. Вот по 5 тысяч квадратов, тысячи, три тысячи. Прямо огромные центры с операционными, вот прям со всеми. То есть как-то, то есть вот, хотя уже, я имею в виду, в кризис, вот когда с февраля, это наоборот, то есть мелкие стали отходить, ну вот небольшие вот эти превентивные центры, до 500 квадратных метров стали отходить и, видимо, передумывать, открывать бизнес, а вот крупные, наоборот, решались инвестировать туда. То есть там были одинаковое количество мелких, крупных всегда, а здесь прям мелкие явно стало меньше. Тормознули решение. И даже слышу, что мы вот перенесли на следующий год, через год посмотрим. А вот те, кто хотел крупные, они наоборот, вот многопрофильные, с операционными, там с каждой, они наоборот пошли. Чтобы же большие инвестиции. Да, наоборот, большие инвестиции пошли. Это было для меня удивительно, потому что мы ожидали, что вообще сейчас вот эти большие встани. А вот как раз получилось, это тоже, это наша практика, может быть, у кого-то по-другому. Что касается вообще вот происходящего, в 2018 году выступала с темой по тому, как я все время пытаюсь уровень удовлетворенности пациентов мерить, и все время пытаюсь лояльность всякую понимать, несмотря на то, что я четко про бизнес. То есть это, ну я понимаю, что без этого просто того не бывает. А они напрямую, да, связаны. И в 2018 году прям эта тема очень сложно заходила. Была прям дискуссия в социальных сетях. Мы оказываем помощь, не услугу вообще, мы тут не ритейлы, давайте вообще отменим это слово. вообще на конференциях там люди прям чуть ли не дрались, думаю, боже мой, даже не ожидала, что такая вот реакция будет. Эмоциональная дискуссия. Да, да, и это какая-то бесконечная была дискуссия, которая пугала даже, знаете, чем, самим отношением, что, ну я понимаю, что там ты врач, да я вообще не обязан разговаривать с пациентом, я, моя задача вылечить, в каких условиях, что и как я там, что, не важно. Ну, это и реально имело очень долго место быть, но как-то надо меняться. И те, кто стал меняться, и вот как раз приход превентивной медицины тоже на это повлиял достаточно сильно, прям явно клиники стали конкурентно быстро расти. Кто-то вообще закрылся, кто не менялся, кто-то, ну, потому что ковид тоже испытания. И, например, коммуникации, там, врач-пациент, у нас было, прям, запросы минимальные. Это же ключевое, как ты говоришь, с пациентов отрабатываешь. Вот запросы на коммуникацию врача с пациентом стали вот так прям расти, начиная с 2020 года. И медсестру с пациентом, да? Прямо на вот эти обучающие курсы для врачей, потому что для чего это нужно? Чтобы пациенты оставались в клинике, возвращались, и ее рекомендовали. Это влияет на как раз даже на тот же показатель НПС, да? На те улыбки, с которыми пациент выходит из больницы. Да, на улыбки, да. Вот. Это тоже вот был такой удивительный фактор, что было. Потом, опять же, я с 15-го года читаю лекции по внутреннему маркетингу, я обычно по стратегии, управлению. Вот у меня есть лекции достаточно большие, которые все время дописываю. И заметила, что если в 15-м году у меня практически из зала в 70 человек не было ни одной руки, которая знает, как померить уровень удовлетворенности, кроме анкетирования в улыбке, то начиная с 20-го года точно уже 60% зала могут назвать хотя бы два нормальных измеримых показателя. И сейчас я пытаюсь пролоббировать тему сотрудников, что я говорила, потому что я понимаю, что это тоже ключевой фактор, влияющий. Потому что сотрудников мало. Почему они выбирают не эту клинику, а другую? И когда мне говорят, что... Конкуренция клиник между собой за врачами... Мы купили там лор-комбайн, вот это два сосуда сообщающихся, лор-комбайна у нас нет, и мы лоры не можем найти. Или УЗИ мы купили девятилетней давности, но, извините, какой уважающийся врач пойдет делать УЗИ на УЗИ девятилетней давности, на котором он просто ничего не увидит, и потом к нему будут претензии как к врачу о его диагностике. Вот это тоже один из факторов удовлетворенности, что вот эти физические... То оборудование, на котором работает, имеет ключевое значение. Как у вас там уйдет этот врач в другую клинику? Да он не уйдет, он останется своей, потому что хотя бы, какую бы им зарплату не платили из-за оборудования, из-за этого, да? И после ковида очень многие, кстати, стали отмечать сотрудники, что для них ключевым показателем в клинике стала адекватность руководителя. Потому что там, помните, была такая ситуация, когда да, вот мы вас уволим, закроем, а кто-то прям зрело общался, вел себя. То есть вот адекватность руководителя с 20-го года, прям это фраза. Это был кризис, через который прошли не все руководители. Не все клиники не все владеются. Эта фраза, и это тоже переспределило врачей, вот некоторые ушли из этих клиник под другое руководство. То есть коммуникация руководителя вышла на один из первых планов. Его зрелость и прозрачность процесса, вот чтобы врач понимал, да, там все. Ну это мы можем рассказывать. А вот чтобы завершать, завершить этот фактически там ответ на длинный, длинный ответ на сложный вопрос про консалтинг в целом. Вот коммуникация, потребность, запрос на коммуникацию врач-процент, запрос на удовлетворенность сотрудника, на адекватного руководителя и так далее, это же все про коммуникацию. Это вся та область консалтинга, которая измеряема ли? Да. Это мы же измеряем уровень удовлетворенности сотрудников. То есть есть разработанные внутри вас показатели, по которым вы вполне... Это даже не внутри меня, это мировые показатели. Это мировые показатели. То есть адаптированные, привнесенные на нашу российскую почву. Да. То есть зачем нам вся эта коммуникация, зачем нам вся эта прозрачность процессов? То есть это как результат, у нас есть один результат, это удовлетворенность наших сотрудников. Следующий показатель, как мы его измеряем. То есть если она высокая, то они удовлетворены, там по показателям можно потом посмотреть, чем конкретно, а руководителям они удовлетворены, администраторам или там кем конкретно, или это физические факторы, или это сервисные. Да, это сложные. Мы берем мы берем хотя бы пять серьезных показателей, которые нам уже дадут картину. У нас же задача быстрых изменений. То есть у нас задача, чтобы клиника вот за... Нам не приходят, знаете, те, у которых все прекрасно. Там приходят те, у кого кризис. Которые нужно быстро или антикризисное что-то делать, или что-то быстро выстроить, или быстро обучить, практически внедрить. И у нас... Ну, лично я признаюсь, что я не люблю аудиты вообще, да? И я у них большого смысла не вижу. Потому что когда руководитель изучает систему управления, системный бизнес, он вот после этого уже сразу видит все точки потерь. Потому что я много раз видела в своей жизни, как приходили аудиторы в разные клиники, делали что-то, уходили, ничего не работало. Тот же задача научить своего руководителя понимать самостоятельно. Потому что я не могу, например, вести свою команду тысячу компаний одновременно. Пусть этот аудитор будет самостоятельным и перманентным. Пусть они сами аудируют свои процессы. Главное, чтобы они понимали, что, как, и как их улучшить. На что точно обратить внимание, что-то писать. И вот для меня задача, я получаю безумное удовольствие, когда там мне звонят. Мы выросли там в четыре раза. Мне вчера звонил, у меня была консультация, там ко мне пришел один ученик, который в декабре у меня учился, светящимися глазами. Говорит, Анна, мы у вас учились в декабре в Белоруссии. Клиника из Белоруссии. Говорит, наша выручка увеличилась в два с половиной раза. У нас сотрудники довольны и бьются за пациентов. Говорит, когда того, как мы к вам у вас обучились, у нас пять лет не было ни пациентов, ни постоянных сотрудников, никого. Говорит, мы вообще, и мы еще даже половины не внедрили. Говорит, мы работаем, потом приедем к вам в Москву. Раз, так что? Подзыв. Напишу. Анна, спасибо вам большое. Это очень позитивно, потому что я правильно же понимаю, что вы не просто обучаете, но вы еще и сопровождаете своих часто, да, когда возникают такие глубокие отношения, сопровождаете эти бизнесы, эти центры, эти поликлиники и помогаете им полученные знания правильно внедрить в конкретную их там локацию, специфику и так далее, да, то есть процедура сопровождения важный элемент. Да, процедура коммуникации, они коммуницируют друг с другом, они коммуницируют с нами, причем мы заметили, что коммуникация, когда идет еще внутри сообщества, когда они в группе, когда эти практические внедрения идут в группе, и они между собой еще это все делают. А такое обогащение происходит. Обогащение происходит быстрее, вот мне больше нравятся эти групповые занятия между руководителями, чем индивидуальные, потому что они еще друг об друга растут. У каждого же своя ситуация, история, у одного есть эта проблема, у другого такой абсолютно нет. И разной системе мотивации нужно строить, и они друг друга проверяют, так ты вот это построил, а почему ты, а какую ты задачу закрыл, а ты какую. И вот они потом, когда соединяются, говорят, а тебе надо было еще вот этот показатель сделать. потому что она уезжает. Шире получается, шея с ней картинка. Они глубже начинают анализировать уже собственный бизнес и уже видят бизнес своего коллеги, понимают. Ну, это и есть бизнес сообщества, которое способно формировать и знания, и смыслы, и обогащать друг друга опытом, и так далее. Такая конкуренция, она же всегда очень условная, только в головах определенных людей, а сотрудничество дает несомнительное большее. Хотя вы знаете, у меня была ситуация, в небольшой город, приехала одна очень крупная клиника, вторая клиника отказалась ехать на обучение, потому что знала, что та клиника у нас. Ну, это как раз к вопросу о голове. Да, то есть конкуренция в головах определенных людей. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы очень рады за то, что вы делитесь щедро. Я знаю, что у вас много открытых, открытой информации, открытых лекций. Я надеюсь, что на Телемид-форуме вы продолжите свою такую просветительскую деятельность и поможете многим определиться со своей и бизнес-задачей, и миссией, и, возможно, с какими-то технологическими решениями. С удовольствием. Спасибо большое. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok